МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доброе утро! Доброе утро! Скажите, вопрос прежде всего, конечно, Кристине, почему Екатеринбург, как из Мексики, занесло к нам? Почему вы выбрали Екатеринбург для вашего путешествия? Первое, я выбрала Россию. Это было потому, что я был влиянием русскими выступлениями много лет назад. Второе, я была в Катеринбурге здесь, в Екатеринбурге, и она предложила приехать сюда. Сначала я выбрала Россию, потому что я была всегда под влиянием русских перформеров. Ну и к тому же у меня есть друг в Екатеринбурге, поэтому я выбрала для своего посещения Екатеринбург и Санкт-Петербург. В Екатеринбурге впервые получается, да? Это первое время для вас в Екатеринбурге. Да, здорово. Добро пожаловать. Интересная фраза была под влиянием русских перформеров. У нас перформансы, ну, максимум, может быть, четверть века насчитывают вообще такой, и большой популярности оно еще пока не получило среди масс. А вот как в Мексике? На перформансы люди много ходят, смотрят? А, да, перформансы. Для своего проекта название вы выбрали очень такое удивительное название. Незнакомец получает подарок, переключать. Почему? Почему? Почему проект имеет такой название? А название? А название. Окей. Суть проекта в том, чтобы пойти вразрез с капиталистической, такой потребительской нашей теперь политикой в нашем обществе, вот, где человек получает всегда какую-то выгоду от своих действий. То есть проект направлен на то, чтобы немножко как бы пойти вразрез. Да, накопительство, скажем так. Да, да, да. Скажите, хотел бы спросить у вас, Ирина, как все-таки екатеринбургский зритель, российский зритель, насколько происходит понимание, ведь даже языковой барьер, и то достаточно серьезно. Прелесть этого проекта, что языковой барьер вообще никак не мешает. Потому что зритель и художник общаются невербально. Они не видят друг друга, они слышат друг друга, они сидят вообще в разных комнатах. И общаются только посредством предметов, образов визуальных, каких-то манипуляций своих в определенном контексте. И зрители реагируют потрясающе. Я очень счастлива, что вот за эти три дня, пока был перформанс в музее, нас посетили 21 человек. Такое индивидуальное, знаете, индивидуальное общение, один на один с художником. И у всех очень разные впечатления, очень индивидуальные, но они потрясающие, они все, каждый человек просто выходит, знаете, другим. Это все, это, безусловно, все эмоции очень позитивные и положительные. И, ну, буквально переворачивается мир. Многие говорят, что они открыли себя по-новому, они что-то, ну, познали, не знаю, в себе. Прямо сейчас психоанализа. Расскажите, что это у вас такое? Предметы, вы говорите о предмете. При помощи предметов, да, что это? Это только часть того, чем оперирует художник и зритель. У каждого в комнате, они сидят в разных комнатах, как я уже сказала, стоит стол. На котором лежат разные предметы. Это могут быть, вы смотрите, такие шарики, очень красивые, можно их потрогать. Это могут быть какие-то картинки, это что-то очень природное, перья, камни, что-то искусственное, пластик, стекло, кристаллы, разные эффекты. Все предметы, которые, во-первых, по форме очень простые и лаконичные, из которых можно что-то конструировать и создавать, а с другой стороны, которые дают любопытные эффекты. Вот у каждого стол, на него проецируется изображение из соседней комнаты и в то же самое время снимается то, что делаешь ты. И художник манипулирует этими предметами в соседней комнате, ты видишь, что происходит. Повторяешь? Нет, ты можешь либо повторить, либо дополнить, то есть таким образом как бы ответить свою реакцию. То есть действиями общаются люди? Да, да, да. Исключительно действиями, манипулируя этими предметами, какими-то фразами, можно что-то написать, но ты не видишь человека. Так, скажите, искусство в какой момент возникает тогда? Искусство, понимаете, в этом процессе, в самом вот этом ощущении, состоянии, которое предлагает художник погрузиться в зрителю. И вот как раз эта вот атмосфера, все вот это вот таинство, эта магия вот этих предметов, то, что они говорят друг с другом непосредством слов, то есть все, тут нет никакого алфавита. И вот это переворачивает что-то внутри человека. Он начинает по-другому относиться к коммуникации, к общению и к самому себе, как он может выразить себя, как он может понять другого человека без помощи слов. Вот в этом цель проекта, получается, да, в себе что-то новое открыть, как-то по-другому на что-то посмотреть? Да, это очень важный такой аспект этого проекта, переключить вот свое это сознание, да, переключиться от такого привычного, обыденного, обыденной формы коммуникации, как мы привыкли, немного в рамках себя держать. Здесь мы ощущаем полную свободу. И последнее, где екатеринбуржцы, либо гости города еще смогут, когда, есть ли у них шанс побывать, скажите, пожалуйста. Да, сегодня вечером мы устраиваем такую финальную встречу, завершающую встречу с Кристиной Мальдонадо. Она покажет небольшой импровизационный перформанс. Вместе с нашим уральским талантливым молодым музыкантом Александром Ефимовым, они сделают такую вот импровизацию специально для наших зрителей. Это будет очень специфически, уникально, специально для Екатеринбурга подготовлено вот в эти дни. То есть это будет тоже премьера своего рода. Вайнера 11 во сколько? Вайнера 11, 6.30. В 6.30 все на перформанс Кристины Мальдонадо, мексиканской художницы. Прямо сейчас у нас короткая рекламная пауза, затем подводим итоги нашего утреннего интерактива.